Сибиризация Думали, что тысячу людей это будет успех. В итоге оказалось, мы эти браслеты начали раздавать только на второй день в 4 часа и они закончились. Чем по итогу фестиваля вы остались довольны? Что получилось? Получилось точно. Получился сам фестиваль, получилась атмосфера на этом фестивале. Действительно люди пришли отдохнуть и почувствовать себя с собой. Рок-музыка и все концерты у музыкантов и фестивали это моя жизнь и способ выплеснуть свои эмоции, получить адреналин и оторваться от насущных проблем. Чувствовать себя собой, мне кажется, это очень важно, потому что ты, допустим, ты в обществе не всегда принимаем, да, ты там, может быть, взять там волос какие-то там разноцветные, может еще, и на тебя как-то все время как-то искососмотрят. А тут ты приходишь в такую атмосферу, в такую, скажем так, тусовку, где тебя принимают таким, какой ты есть. И, типа, это очень здорово, что ты можешь в каких-то вот, ну, в каких-то местах чувствовать себя собой и не стесняться того, что вот ты есть такой. Это очень круто. Музыканты очень довольны, как бы всем. Я считаю, что в целом фестиваль вышел очень хороший. Во второй день у нас буквально, в буквальном смысле рухнула первая, крыша первой сцены и очень сильно залило аппаратуру. И мы думали, что уже все, думали, нам придется отдавать кучу миллионов денег за эту аппаратуру. Но каким-то просто чудом, каким-то просто чудом аппаратура уцелела, там всю проводку поменяли на сухую. Некоторые группы пришлось перенести, кого-то даже отменить, к сожалению. Вот. Но в итоге все, как бы, сделали, крышу поправили и продолжили фестиваль. А вторая сцена, она не замолкала. То есть играли даже в дождь, и это просто было... Ну, я думал, в дождь, ну, там люди испугаются, пойдут под крышу, там, спрячутся, наоборот, они, наоборот, все под дождь выбежали. Тусили возле сцены, там, отрывались. И мне кажется, для группы, которая выступала в эту дождь, это тоже, ну, просто... Ну, они сами, наверное, были в шоке от того, что столько народу вышло их поддержать. Хотя просто проливной ливень какой-то был. Просто у нас было полчаса вообще какого-то кромичного ада, но потом, слава богу, все закончилось. Группы были довольно разношерстные и по городам, и по стилям. Какие отзывы от них о фестивале вы получили, и как на эти группы реагировали зрители? У нас большая часть отзывов от групп, в том числе, у нас в основном положительные отзывы. Все пишут и подходили мне на самом фестивале, говорили то, как им понравился фестиваль, то, как все хорошо как бы прошло. Но, как бы, опять же говорю, у нас были моменты, которые нам нужно было доработать, потому что, ну, так скажем, все равно невозможно все учесть. Ну, мы попробуем, например, этот, скажем так, случай с гитаристом группы, группу «Комната культуры». Как бы, с одной стороны, вроде все посмеялись, вроде так все весело, но на самом деле ситуация очень страшная. Слава богу, у него там, у Славы там лежали чехлы, и он как-то так на эти чехлы приземлился. Хорошо, что там ни обо что не ударился, но это, как бы, нужно все эти моменты учитывать. И я думаю, что в следующий раз мы будем делать более какую-то просторную сцену, и, скорее всего, может быть, какой-то будем ковролином каким-то обтягивать и так далее, чтобы было меньше возможности как-то подскользнуться, как-то упасть. Ну, то есть, вот такие моменты, они важны, но просто не всегда ты можешь о них подумать. Ты можешь о них подумать только, когда что-то уже случилось. Ну, от зрителей тоже много положительных отзывов, опять же, и лично было сказано организаторам фестиваля, и мне тоже. И очень много фидбэка уже потом в социальных сетях, в ВКонтакте, в нашей группе, много положительных отзывов люди пишут. Ну, основная, более, мне кажется, там 95, наверное, процентов всех отзывов, 98% всех отзывов, они все положительные. Как вы думаете, какой день и кто больше всего запомнился зрителям? Да, да, это очень странно, да, группа Лена Заринская, которая никакого отношения не имеет вообще, в принципе, к городу Заринску. Ну, это такой какой-то интересный арт что-то, я не знаю, назвать это театральная постановка или каким-то музыкальным арт-объектом, так назовем. Лена Заринская – это музыкальный арт-объект, который, возможно, даже, ну, не столько, он воспринимается не столько музыкально, сколько визуально. Если вы попадаете там на выставку каких-то экспрессионистов, допустим, да, и вы, ну, не понимаете, возможно, там какие-то картины, да, но вы понимаете, что это все равно как бы круто, что это действительно делали какие-то художники, и они делали это как-то необычно по-своему. И вот Лена Заринская – это вот тоже такой какой-то, не знаю, авангард от музыки, то есть, возможно, это, мне кажется, даже не музыкальное явление, а именно вот явление искусства какого-то. На меня очень сильное впечатление произвела группа In and Out, именно тем, что, когда они играли в дождь, просто толпа людей просто выбежала их поддержать, это, типа, очень, как бы, было круто. Мы изначально сразу, так скажем, отбирали те группы, которые, мы знали, что эти группы, как бы, хорошие, качественные, и они, в принципе, нам нравятся. Но многие прям, так скажем, удивились, сделали еще лучше того, что мы могли ожидать. Ориентир на Сибирь вы планируете сохранить, да? Конечно, конечно, сохраним. Я думаю, что, возможно, даже и скорее всего, мы проведем следующий год тоже в спичке, но мы доработаем очень многие моменты. Во-первых, сцены, потому что от музыкантов самая главная и первая жалоба – это на маленькие сцены, на которых было неудобно. Я их очень понимаю, потому что я сам музыкант, я сам выступаю, как бы, я их очень понимаю, да, действительно, сцены были неудобные. Вот, поэтому мы на следующий год уже будем думать о том, чтобы, ну, по крайней мере, первую сцену, скажем, самую главную, как бы, заказать, расширить ее, сделать более удобной, чтобы, действительно, никто там ни обо что не запнулся, чтобы всем было удобно и комфортно выступать. На второй сцене еще тоже подумаем, как все сделать, оформить и так далее. Вторая сцена располагалась более выгодно в плане именно локации, что там очень много было и столиков, и зонтиков, и всего остального. А на первой, возле первой сцены было, ну, грубо говоря, негде присесть. То есть, возможно, мы просто к первой сцене сделаем тоже какие-то рядом локации, чтобы также можно было и посидеть, и отдохнуть, и так далее. И там, ну, вот, чтобы было и там, и там, как бы, не менее интересно. Как бы, чтобы выбирать нужно было только именно по вашим, там, каким-то музыкальным предпочтениям. Допустим, если там группа вам не нравится, то вы можете прийти на другую сцену, послушать другую группу. Если не там, не там не нравится, то можно пойти поесть шашлычка или плова. Будем собираться организаторами, думать на следующий год, идеи какие-то отмечать для себя, ну, и так далее. То есть, и потом, как бы, будем работать уже более, более глобально, более, ну, более продуманно. Получился ли по итогу фестиваль семейным? Да, весьма, весьма семейным получился. Очень, очень много людей пришлось с детьми, я даже не ожидал. Но, тем не менее, причем, эти дети, они, оказывается, там тоже очень сильно любят, там, многие из этих детей очень сильно любят рок-музыку. Они тоже были, как бы, очень довольны, сами для себя узнали какие-то, многие группы, там, подбегали со всеми, там, фотографировались и так далее. У нас такой план, что сделать лучше, еще крупнее, еще больше, чтобы собрать еще больше людей, максимально, весь Барнаул подпевает. Будет ли фестиваль в следующем году все-таки платным? Каким фестиваль этого года получился в финансовом плане по итогу? На следующий год мы попробуем взять грант, опять же, попробуем привлечь спонсоров, ну, только уже более, так скажем, подойдем ответственнее ко всему этому. В следующем году будем более, там, со всеми договора подписывать и так далее, чтобы у нас не получилось таких ситуаций, Я думаю, что за два дня до фестиваля слилось несколько, так скажем, основных спонсоров, которые должны были помочь. Вот, и из-за этого фестиваль весьма улетел в минус, хотя должен был быть, ну, то есть он должен был себя купить. В следующем году, если все у нас получается с грантами, со спонсорами и со всем остальным, если найдем людей, тех, которые захотят поддержать наш фестиваль, то мы, скорее всего, также сделаем бесплатный вход, возможно, даже на оба дня и абсолютно бесплатный. В этом году нам пришлось перестраховаться, потому что, если бы мы этого не сделали, то минус был бы еще куда более сильный, и, ну, в основном это все, как бы, ложится на меня, для меня это очень большие деньги, и, как бы, я просто пытаюсь делать интересные мероприятия для города. То есть, ну, это, я не знаю, там, это мое хобби, моя жизнь, как бы, мне нравится это делать. Ну, мне очень уж не хочется из-за того, что я делаю для всех, попадать на очень большие деньги потом. То есть, это очень сложно, и меня не понимают в моей семье совсем, как бы, как бы, и осуждают за то, что я очень сильно вот так вот, скажем так, влетаю на такие суммы, делая какие-то мероприятия, фестивали. Но, тем не менее, как бы, все равно, потом, ну, то есть, я проживаю какие-то концерты, все равно потом за счет этих концертов я окупаю предыдущие концерты и так далее. Ну, то есть, вот, каким-то образом вот так вот. Затрат на фестиваль было около 250 тысяч всего. Ну, это при всех наших сокращениях нам пришлось сократить все, вот, урезать все. То есть, вообще, изначально должно было быть около 300 тысяч затрат на фестиваль. Ну, мы там урезали все, и у нас получилось где-то около 250 тысяч. В минус фестиваль ушел на 66 тысяч рублей. То есть, это, ну, для меня это большие деньги, как бы. Я понимаю, что в целом для фестиваля такого масштаба, который мы сделали, это, ну, копейки, капля в море. Но для меня, как бы, это деньги такие нормальные. И, кстати, очень спасибо большое людям, которые мы делали пост в ВК. Очень спасибо большое людям, которые отозвались, скинули какие-то донаты. Мы эти деньги все пустили на, там, оплату музыкантам, там, охране, тем, кто там работал и так далее. То есть, мы все эти деньги туда пускаем, чтобы компенсировать вот этот вот минус, который у нас, ну, образовался. То, что эти люди, они вообще самые крутые. Спасибо этим зрителям. Кстати, очень-очень крутое комьюнити вокруг фестиваля образовалось. Они там прям, они прям общаются, обсуждают, как чего там, фотки скидывают. То есть, ну, они уже готовы, там, они уже, да, они уже ждут следующего. Уже, 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 уже люди предлагают, типа, давайте зимой, там, еще, ну, то есть, очень, люди, люди прям так положительно уже, как бы, хотят еще, еще одной сибиризации. Вот, и мы с удовольствием, конечно, им ее дадим. Что ж, надеемся, что Сибиризация 2024 состоится. Если вы хотите поддержать проект, то организаторы будут рады любой поддержке. Ну, а мы с вами увидимся в эфире. Продолжение следует...